Привет всем! Вы смотрите канал Workout Fitness Городских Улиц. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, как вы, наверное, уже поняли по погоде. И у нас в гостях Нико, один из старейших воркаутеров северной столицы. И мы с ним поговорим о том, как он начинал, как занимался, как менять все взгляды на воркаут. Также он один из немногих русских, кто был по ту сторону океана и тренировался с легендарными американскими воркаутерами. В общем, видосик обещает быть интересным. Здарова! Привет! Здарова! Как сам? Нормально. Это хорошо. Ну, как я уже сказал, я думаю, начать нужно хронологически, да? Как ты пришел ко всему этому делу? Как ты пришел к турникам, брусьям? Зачем вообще начал заниматься всем этим? Просто-напросто в один прекрасный момент после определенных других сторонних увлечений это был хип-коп, это был брейк-данс, это было граффити, это был немножко рэп. И впоследствии я еще задумался о том, чтобы себя укрепить физически. То есть брейк-данс давал определенную физическую развитость организма, но поскольку я его на тот момент уже им прекратил заниматься, я подумал, что надо как-то вести активную, продолжать вести активную физическую деятельность. И, в общем-то, я пошел на турники и начал просто делать обычные подтягивания, обычные отжимания на брусьях, на полу и всяческую вот эту обычную обывательскую базу. Это было где-то в конце 2006-го, наверное, или в 2007-м в начале. Прозанимался я примерно около года, чуть, может быть, больше. А в 2008 году, если кто-то помнит из тех, кто начинал в те годы заниматься, в то время появилось видео Ганнибала. Это видео захлестнуло вообще с головой, то есть это уже было намного... нечто было большее, чем просто база. Там были всевозможные упражнения, они захватывали своей зрелищностью, своей силовухой, своей физухой, своей мощью. И это было круто. На мой вопрос появился ответ, что, оказывается, есть нечто большее, чем просто обычные тренировки с обычными подтягиваниями и отжиманиями. Это дало большой импульс продолжать тренировки и работать в таком направлении, как работал, работает Ганнибал. Слушай, дождя уже нет, круто. То есть, получается, ты тренируешься с 2008 года, да? Да, целенаправленно я тренируюсь с 2008 года в том виде, в каком виде это преподнес Ганнибал. В общем-то, да. А если обобщить с начальными моими тренировками, то это около, наверное, 9,5 лет примерно. Наверняка менялся твой тренировочный подход, то, что ты делаешь, как ты делаешь, как ты относишься к всему этому делу с течением времени. Да. Ты сейчас тренируешься совсем не так, как ты начинал. Конечно. Вначале всегда, как у всех, это было простейшие упражнения, простейшие наборы сетов, простейшие наборы подходов, числа, цифры, буквы и все прочее. Уже с момента 2008 года после видео Ганнибала, опять-таки, уже пошли всевозможные подвиды этих трех видов упражнений. То есть это уже были, помимо базовых подтягиваний, я начинал, что мог делать, какие-то простейшие подвиды их, подвиды дипсов, подвиды пушапов. И, в общем-то, так вот потихонечку увеличивались количество повторений, количество подходов, стилистика тренировки. То есть программы составлялись, пересоставлялись, они постоянно трансформировались. То есть сначала казалось, что вот она золотая середина, а на самом деле не хрена подобного. Там было полностью одно фуфло, и с каждым месяцем я поднимался все на ступень повыше, повыше, повыше. Динамические упражнения, то есть динамические это, когда у вас работает рука в сгибательном движении, да, то есть не какие-то там перелеты, перехваты и прочее. Вот. Также потом более включались изометрические упражнения, то есть это всякие удержания всевозможных каких-то висов. То есть сначала это были с подводящими какими-то там темами, там упрощенными, потом усложнялись, и, в общем-то, так вот потихоньку развивался. То есть, в общем-то, не брал я никогда особенно за основу какие-то там программы, там в интернете, там, Джейсона Стетхома, там, раскачаться за два дня, как говорится. Вот. Потому что, в принципе, очень сложно подобрать под себя определенную программу, которая дается где-то от кого-то. Потому что там всегда что-то местами, что-то так, что-то не так. Вот. Поэтому я методом своих проб и ошибок всегда делал свои программы сам. Разве что потом, когда уже уровень поднялся, более-менее. То есть я использовал какие-то рутины там наших заморских ребят, которые на два тона темнее, чем мы. И у них были замечательные, интересные сеты, в общем-то, которые продуктивно сказывались на тренировках и давали понять, насколько ты силен, насколько ты мощен, вынослив. Я рад, что ты упомянул об этом. Ты, наверное, один из буквально нескольких человек, кто из России имел возможность гонять через океан, пообщаться там с легендами воркаута, с Бистом, с Хитом, с Джудом. Не знаю, с кем ты там еще пообщался. С Джуисом тоже я видел у вас там совместные видео, совместные фото. Наверняка это тоже как-то повлияло, с одной стороны, на то, как ты тренируешься, потому что ты увидел в реальности все эти сеты, все эти подходы, отношения к тренировкам. И на твои, в принципе, отношения к тому, каким должно быть воркаут сообщества. Ну, потому что у них там другие отношения между ребятами, между командами, отношения вообще ко всей этой игре другое. Вот я думаю, было бы интересно всем нашим зрителям узнать, как относятся к турникам, к брусьям в Штатах. Был я одним из тех немногих российских представителей, кто поехал по ту сторону Большой Лужи в город Нью-Йорк на Нью-Йоркские площадки. Первым был Александр Борисов. Ему, кстати, привет, если он будет смотреть. Следом поехал я. Это был у нас 2011 год, начало. Нет, не начало, это было лето, июль 2011 года. На тот момент я уже, сколько, уже прозанимался года три, и где-то, наверное, с десятого года я уже, да, там, с конца девятого я загорелся мыслью поехать туда, к этим ребятам, чтобы потренироваться, пообщаться и получить какую-то атмосферу. Поскольку, хотя я, конечно, не нуждался ни в какой атмосфере, потому что я, если даже буду один тренироваться, я все равно буду тренироваться. Но, тем не менее, я поехал за атмосферой, потому что здесь, все-таки в России, у нас атмосфера, она несколько, на тот момент была такая, она была, но она несколько была такая иная, скажем так. Вот, поэтому я был очень доволен, что мне дали тогда визу, что я вот туда поехал. Одновременно же у меня получилось так, что я хотел в Нью-Йорк поехать еще, потому что это была родина, опять-таки, моего предыдущего и по сей день моего тоже параллельного увлечения, это хип-хоп. То есть, он же как зародился, соответственно, там, небольшая история вам такая. Вот, ну ладно, вернемся к воркауту. Значит, я туда приехал, да, я повстречался со всеми, в общем-то, практически со всеми людьми, с кем я поддерживал связь через интернет. Это были команды Beast Mode, это был Beast, это был Juice. Им, кстати, всем привет, они сейчас наверняка будут смотреть это видео тоже. А вот, Zev, Heat, там, Barbarians, Team Wingate, Dog, Gunny, я, к сожалению, там, вроде, да, я его не застал, Giant'а тоже, но из Бартендеров там застал Трансформера, застал Терминатора. Прямо фильм какой-то, да? Там, Супермена, Бэтмена. Это было просто, это была чумовая поездка, это было просто переполнено, я был эмоциями и всевозможными какими-то там классными ощущениями. Это был вкач, меня раздирало и походы по городу, просто смотреть на улицы, смотреть на атмосферу города и тренировки. Это были площадки, это были площадки и на Манхэттене, и в Бруклине, и в Броноксе, и в Гарлеме, и в разных их там тихих уголках, где, собственно говоря, не вступала нога белого человека, как бы. Даже Колумб туда не вступал, как бы. Ну, было, конечно, несколько было необычно, там, может быть, немножко там, как бы, боязно в плане того, что все-таки не знаешь субкультуру непосредственно американцев, там, не знаешь особо прямо уж так английского, но, тем не менее, ну, там, конечно, не 90-е годы уже их были, когда там стреляли, сейчас, конечно, тоже подстреливают, но все равно. Днем там, в принципе, ошиваться можно. Поэтому ходил, бегал на площадке, тренировался по их программам, по тем самым программам, которые были в интернете. Сначала я их черпал, потом я их живьем уже с ними вместе опробовал, потом разные другие какие-то определенные были рутинные моменты, которые я там узнал. В общем, там день от дня за милую душу я тренировался и просидел там практически, ну, почти месяц, в общем-то. Вот, и по приезду сюда я еще больше понял, что здесь атмосфера у нас совершенно иная и, если скажем так, то не в лучшую сторону. Меня, конечно, могут не понять молодое поколение ребят, которые сейчас занимаются несколько иным, скажем так, преподнесением воркаута, но об этом, может быть, мы позже поговорим. Вот. После 2011 года я поехал туда в 2012, опять-таки. Тоже это была хоть и вторая уже поездка, но она была у меня как первая по ощущениям, по атмосфере. То есть я уже приехал, конечно, туда, как домой, уже все знал, но по ощущениям внутри именно это было то же самое, как в первый раз. Это было круто, это были опять рутины, это были повторы, это были подходы. НБХА. Да, был я и на НБХА, это было в первую мою поездку. Я по приезду в Нью-Йорк, ну, я вот приехал туда днем, да, то есть вырубился, потому что у нас уже была эта глубокая ночь, то есть разница во времени далась. А на следующий день я проснулся с утра уже, не зная как бы ни города, ничего, я его как бы изучал там по гуглу, но тем не менее я вживую-то их как бы не видел. И в первый же самый день, утром я встал и собрал вещи и поехал в Бронкс там на метро какими-то окольными путями, там были какие-то ремонты, это была вообще чумовая поездка. Я вообще не понял, как я туда доеду. Ничего, не знаю, там одни черные и один белый, хотя косил под черного, как сейчас, наверное. Меня увидели, сразу позвали к себе, в общем, они в тусу там пообщались, повыступал. Ну, выступал я там, скорее всего, я бы сказал, сейчас более символически, потому что тогда перелет мне очень дался, очень жестко как бы, и по высушенности, и по силам, и по выносливости. Но, тем не менее, в общем-то, показал там какие-то определенные свои наборы, сетов. Но, конечно, могу сейчас, уже сейчас понимаю, что могу показать больше, но я об этом нисколько не жалею, потому что для меня было главное участие и общение. Поэтому, в общем-то, был я, наверное, там первым международным участником в этом воркаут-компетишене. В общем-то, на тот момент и на сегодня я тоже одним из довольно-таки известных, может быть, не столь, скажем так, популярных, но известных. Как вот ты относишься ко всем этим изменениям, к тому, что из такой культуры, построенной на повторениях, на использовании своего воображения, но в базовых упражнениях, это начало превращаться в какое-то такое подобие уличной гимназии, где главное показать финт, какую-то штуку, какую-то красивую, зрелищную, опасную, эффектную, чтобы вот воодушевить зрителей и сделать какое-то шоу. То есть, как ты считаешь, уходим мы вот от того, к чему должны стремиться, как многие, с кем я вот общался, считают, или это естественный процесс, этим ничего не сделать? Большой очень вопрос такой, и на него есть очень большой ответ, и который, в общем-то, нынешнему, опять повторюсь, поколению занимающихся может не понравиться, и кто-то подумает там, что я кого-то оскорбил, но, если честно, мне все равно. Не, на самом деле, ребята я всех уважаю, все, кто занимается каким-то физическим проявлением, ребята, которые там как-то пробуют себя там на перекладинах, там на брусьях и не сидят, не курят, не пьют, вот, но в рамках непосредственно относительно воркаута, то у нас в 2008 году, когда все начиналось, да, люди загорелись, увидев, опять упоминаю, видео Ганнибала, они загорелись развитием своего физического потенциала посредством физической работы на площадке, то есть это подтягивание, развитие силы, выносливости, мощи, то есть это физуха, вот. Вот, это продолжалось буквально, на самом деле, не очень уж и долго, это, наверное, продолжалось около года-полтора, в общем-то, потому что после, по прошествии этих полутора лет, примерно, они, люди, по большему счету, начали, появилась вот эта вот мода, мода относительно изометрики, то есть, возможно, даже это пошло с того момента, когда Зев из Барбарианс показал передний виз, и пошло вот это вот поклонение изометрики, то есть люди там, они забыли про подтягивания, они забыли про отжимания, они забыли про сгибательное движение рук, они начали делать просто, поднимали свой корпус вперед, причем методом проб и ошибок просто тупо его поднимают, ну, когда-то, да, когда-то они его наподнимают, скажем так, надрочат они это упражнение, да, хотя его можно делать подводящими упражнениями, именно посредством физухи, да. Такая тенденция шла, потом появились там и задние висы, вот, и все проще, и потом пошел всеми любимый планш, вот. Вот, это тоже, это вот тройка вот этих упражнений, а, флажок еще, вот, то есть все, люди там, у них просто, а, они там горели желанием делать передний виз, задний виз, планш и флажок. В общем-то, и все, получается, это представление о воркауте у людей такое. То есть на людей посмотришь, они вот такие вот, но самое главное, что они умеют делать вот эти вот упражнения. Вот, то есть люди не делали ни рутинную силовую работу, перестали делать, то есть, потому что, видимо, тяжело, сложно как-то, и вроде как скучно как будто бы, вот они, Саша, говорят, блин, это все скучно, ну, ничего себе скучно. Ну, начало потихонечку с 2013-го примерно года, пошла новая тенденция, это динамика, да, то есть, если подразумевать силовую динамику, то это, опять повторюсь, это силовая динамика, это несколько иное, то есть это динамика на сгибание рук, то есть ты не просто делаешь там повторение просто обычный сет, и ты делаешь повторение до убоя, да, пока там руки не забьются, а ты сгибаешь руки, делаешь всякие примочки при разгибании рук, да, дополняешь это, вот это фристайл, это бейс, как бы вот силовая динамика. А люди начали под динамикой подразумевать различные динамические такие движения, то есть перескоки, перелеты и всему подобные навороты. Но при всем моем уважении уже к этим ребятам, которые занимаются динамическими упражнениями, меня многие знают из тех, кто сейчас в топах по динамике находится, им, кстати, привет всем, вот. Я нисколько не унижаю их и там достоинства и всего прочего, это клево то, что они делают, мне это нравится, но это надо делать под другой вывеской, под, не под названием воркаут или там калистеника, да. То есть пошла уже динамичность, вот всевозможные перелеты, всякие акробатические навороты, в общем-то я это больше расцениваю как паркур, либо там фри-бар какой-то, либо там трикинг, ну, такой своеобразный на турниках, да. Вот. И люди, они преподносили это, что, мол, это экшен, это интересно, это люди, это зрителей, ну, как бы развлекает, это интересно смотреть. Если вы хотите развлекать зрителей, то идите в цирк, надевайте красный нос и там вот вертитесь и развлекайте зрителей. Нужно развлекать, в кавычках, развлекать зрителей, именно работой физической, то есть показывать, что это направление физическое, и те, кому это направление скажет так интересно, они его и так будут смотреть, потому что здесь должна быть физуха в первую очередь играть роль, и она, эта физуха, если ее преподносить именно в динамично-силовом виде, во фристайловом виде, да, в палеометрической составляющей, она будет также не менее, как бы, смотрибельна и интересна, и зрелищна, если можно так сказать. Это все очень, такие штуки на самом деле важные, до этого люди не, особенно молодые, ребят, они им вообще по барабану всем, они, как бы, они не думают об этом, они не задумываются, вот у них горит, вот они видят, что вот сейчас люди вращаются, я тоже так хочу, начинают что-то вращаться, это, там годик позанимаются, уходят, но в итоге портится само лицо воркаута, да, то есть, если мы сейчас занимаемся физической работой, полноценной, как это было в 2008 году на тех самых роликах Ганнибала, и там фристайлом силовым, динамичным, то сейчас, если мы скажем, кому-нибудь приходим, там, мы говорим, мы занимаемся воркаутом, у людей сразу думают, о, это вот такие вот ребятки, вот такие вот, да, которые там что-то вращаются, что-то крутятся, там такая своеобразная недогимнастика, да, в итоге искажаются понятия, а понятия искажать и взаимоподменять всевозможные названия, и это неправильно, все просто что-то делают, но никто не думает, а думать надо, потому что надо быть подкованным не только в практической точке зрения, то есть, не только с практической точки зрения, то есть, посредством тренировок, да, на площадке, Но нужно быть подкованным с теоретической точки зрения То есть это знать историю того, чем вы занимаетесь То, как это было, как это есть, как это должно быть А не переделывать историю, перекраивать И искажать то движение, которое является отдельным движением С своеобразной субкультурой фитнеса, физической субкультурой Иначе, если мы так не будем делать, то у нас все наши вот эти вот черты У нас просто заберут другие смежные фитнес-субкультуры Там, допустим, как кроссфит, да? Какое последнее видео, которое тебя впечатлило, наверное, из наших? Есть вообще какое-нибудь видео, которое ты посмотрел из российских И такой, блин, красава, парень Прямо имена сказать Ну, прям можешь видео назвать, которое тебя впечатлило Ну, я не знаю, как видео можно назвать, просто я могу назвать именно Меня впечатляет, сейчас меня впечатляет Максим Шейн Максим Шейн, кстати, Максим Максим Шейн ему, ну, как сказать, последний год Он держится, на самом деле, все года в том стайле, в котором должен все работать, да? Ну, имеется в виду все, ну, именно тотальный, такой универсальный воркаут калистеника Какой он должен быть, как бы, во фристайле, да? Вот это и есть, как это должно выглядеть здесь Давайте вспомним Вадима Олейника Давайте его, да, Вадим Олейник Ему, если он тоже будет смотреть, ему привет Не знаю, там, помнит он меня, не помнит Мы там с ним пересекали, что-то болтали Опять-таки, я его уважаю Но я хочу сказать, что, когда говорят Мне нравится стиль Вадима Олейника Ну, я бы сказал, что у Вадима Олейника есть свой Небольшой, как бы, вот этот, ну, изюминка там С ногами у меня там определенная тема была, да? Но по большему счету Это то, как должен выглядеть нормальный воркаут калистеника То, как это должно выглядеть То, как это, ну, это универсальность Но в целом, если смотреть, это, как бы, ну, не его стиль Это неправильно сказать Ну, вот, просто потому, что поголодно все люди делают Сейчас вот эту вот моду одну, да? А потом смотрят, как человек вот универсально там все делает И они думают, что это, как бы, то есть, его стиль И уже, значит, люди немножко неправильно мыслят Может быть, ты хочешь что-то сказать подписчикам? Вот у нас, потому что с трудмотра Большое количество людей в нашей интервьюшке За воркаут я более, чем было сказано, сказать не могу Сейчас очень много ребят Они могут говорить, что стрит-воркаут это моя жизнь Как бы вы, прежде чем это так писать и говорить Вы подумайте, так ли это на самом деле И когда вы в свой послужной список вносите Что я занимаюсь воркаутом 8 лет, допустим Это за этим тоже вы должны за сами следить То есть это тоже ответственность Потому что сейчас там разные, там, 21-летние ребята говорят Я занимаюсь воркаутом 8 лет То есть он в 12 лет начал заниматься воркаутом, да? Он в 12 лет он под стол пешком ходил и сосал сиси у мамы, как бы Так что напоследок я вам скажу, что занимайтесь своим физическим самосовершенствованием Посредством воркаута, калистеники Будьте всесторонними в этом направлении Всем, в общем-то, продуктивных тренировок Всем продуктивного сгибания рук в подтягивающих и отжимающих движениях рук Больше повторов, дольше подходов Подбородок над турником Это был Нико, команда XTRA Воркаут-проект «Здравый двор» Вещали мы с берегов Невы, из города Санкт-Петербурга С нашей замечательной площадки Где мы вкачиваем трушные сеты, трушные рутины Где не крутят солнце Где всегда хмурая сила и хмурая мощь Никаких лямочек и петелек на перекладинах Все Уважение Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»